Сегодня в Дивеево поют Пасху. Так сбились пророческие слова преподобного Серафима Саровского о том, что когда его мощи принесут в Дивеево, посреди лета запоют Пасху. День памяти гречо любимого русского святого широко празднуют на Дивеевской земле, где почивают мощи батюшки Серафима. Многие паломники стекаются 1 августа в Серафимодивеевский монастырь, чтобы получить здесь благодать и помолиться святому угоднику. В этом году в монастыре праздновали 270-летие со дня рождения преподобного Серафима Саровского и 121-ю годовщину со дня его прославления. Ежегодно 31 июля и 1 августа в Серафимодивеевскую обитель стекаются огромное количество паломников. По данным сотрудников монастыря, на торжества прибыли более 12 тысяч человек. По сложившейся традиции, божественная литургия 1 августа состоялась под открытым небом, потому что ни один храм монастыря не в состоянии принять многочисленных верующих. Также накануне ночью и ранним утром отслужили еще пять литургий в разных храмах. Главное богослужение состоялось на площади перед Преображенским собором, где заранее устроили временный алтарь. Сюда же принесли раку с мощами преподобного Серафима. В этом году праздничное богослужение возглавил викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, митрополит Каширский Феогност. Ему сослужили митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий и многочисленный сонм архиереев. Митрополит Феогност передал приветствие патриарха Кирилла. Уже более века неоскудевает поток верующих кракер счастливых мощей преподобного Серафима, который учил людей христианской жизни. Не столько наставлений, сколько добротой, душевной теплотой и неоскудевающей пасхальной радостью. Всенародные почитания Досметова убедительно свидетельствуют о том, что он и до ныне является скоростью, заявителем болящих, наставником заблудшим и утешителем скорбящих. На праздник в Дивеевскую обитель приехали почетные гости из области и всей России. Настоятельница Дивеевского монастыря Игумения Сергия преподнесла митрополиту Феогносту и митрополиту Георгию «Просфоры» и иконы с изображением преподобного Серафима Саровского и святого страстотерпца царя Николая II. По окончании богослужения со своим пастырским словом к собравшимся обратился митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Очень важно иметь в сердце своем радость. И когда радость не посещает нам, не считая самым в этом виноват, «А разве дается чрезвычажание Духа мирного, Духа Божия, как заповедов Старик Серафима?» Поэтому он сказал, что посреди лета заповедов Пасхи. И для нас это необменная традиция. Поэтому приветствую вас, Пасхали приветствую. Престок воскресе! Пори, престок воскресе! После литургии мощи преподобного торжественно перенесли в Троицкий собор. Все присутствующие на торжествах получили в подарок иконки преподобного Серафима Саровского. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.